Ветаю, Панел Владимирович. Доброго дня. Еще до начала российского вторжения в Украину многие политические аналитики проводили параллели с 1938 годом и мюнхенским сговором между Чемберленом и Гитлером. Говорили, что Украина – это будут судеты 1938 года. Этого не произошло? Нет, этого не произошло и не произошло в первую очередь через позицию украинцев. Потому что Чехословаччина, на жаль, приняла этот вырок, который был ухвален без ее участия с западными государствами во время мюнхенской конференции. И, фактически, чехословачская армия, которая належала до пятерки, как минимум, может, и треки самых мощнейших армий, самых лучших обладнанных армий тодешней Европы, начинала с одного сопротива. Врешті-решті закінчилось с тем, что насилисты сначала захопили судета, а потом поглинули полностью Чехию. Под их протекторатом створилась Словаччина. В Украине такий сценарий взагалі не произошло. Можливо, такого сценария десь очікували західні наші партнери, которые были далеко не уверены в способности украинской армии чинить против. Но важнейшее, что они были далеко не уверены в том, что украинцы будут чинить против. И наиболее очевидно такий сценарий взглянул Владимир Путин, который, на самом деле, мислил категорями 2014 года, когда его наступ, или в Крыму, или на части Донбасса, встречался, ну, как минимум, с пасивной лояльностью местного населения. Саме на цей пасивной лояльности населения была побудована вся его тактика и стратегия. Впевненість в том, что он очень быстро пройде такими танками, броньованими клинами на территории Украины, и идёт до Киева, потому что его никто не будет остановить, а армія швидко зазнает поразки, и ему удастся встановить владу, воно разбилися в другом. Потому что, по-перше, армія чинить против професійной, знищую их технику, а по-друге, даже в тих местах, где им дается зайти в населенные пункты, их там встречают не хлебом сили, их там встречают в бандеревском смузе, яким спалюють их технику. Даже когда уже нет этих бандеревских смузей, даже когда они, наверное, встановили свою владу, люди с голыми руками выходят и зупиняют их технику. Это то, на что он абсолютно не рассчитывал. И будем уверены, это то, на что не рассчитывал Захид. Потому что, ну, они Украину уже больше-менее списали, то они уже начали вбудовывать свой оборонный вал по захидному кордону в Украине, вважаючи, что оттуда мы будем стримовать имоверный наступ Путяна. Но, виявляется, что наступ можно стримовать и на Схидном Украинском окружении. Но, виявляется, что Украина – это не просто буфер между Россией и вольным свитою. Украина – это защит вольного святою. И мне кажется, что сейчас происходит, это для нас важнейшее, переосписывание как раз на заходе, на вольном заходе, где люди могут думать, где люди могут выходить на улицу, и они выходят на улицу, поддерживающие Украину, и впливают на своих политиков. И за последние 12 дней этой войны формуется совсем другая геополитическая картина света, в которой Украина уже не является просто объектом каких-то зазиханий и тем же буфером. В которой Россия, благодаря Украинской армии и Украинскому суспільству, уже не имеет права претендувати на какие-то глобальные впливы, потому что у них такая крута армія. Мы побачили эту круту армію, которая не способна выполнять самые простые задачи. Они кричали, что они будут за несколько дней мить ноги в Индийском океане, а они не способны пройти через Ирпин и Бучо. Как Вы думаете, почему Путин начал эту войну? Абсолютно. Людина, которая считает, что ее жизнью есть в родственной Российской империи. Он марится, у него все мисление побудовано на этом. Людина богата, которая просто нудна все інше. Он хочет войти в историю и вписать себя как «відроджувач империи». Вот такие соби мании какого-то Читона Палаона или Олександра Македонского. Дуже завуженные уявления про историю, которые, еще раз хочу сказать, не провалюются глубже, чем в XVIII столетре. И вот такое маніакальное бачение своей миссии по «відроджению империи». Он начинал в 1922 году. В 1922 году в столице створения СРСР. Он под праздничек хотел сказать, что все, «відновлено Советский Союз». Подивите, это в статье, которая была випадково опубликована, которая была стосоваться перемоги над Украиной, на 2-й или 3-й день цієї войны. Там все его мисление, что Украина – это завада по «відновлению Советского Союза». В целом он правый. Потому что, на самом деле, с поглинения Украины, украинской территории, началась Российская империя. И сейчас, без повернения Украины в свое лоно, Россия не может претендувать на какие-то «відновления» своего имперского статуса. А как Вы думаете, где произошел этот переломный момент, где Путин переступил этот Рубикон и принял решение, вторгаться полномасштабно в Украину? Когда это произошло? Или это всегда было? Да, всегда было. Для меня никогда не было сумнів, что, даже не только в Путине, для меня никогда не было сумнів, что Россия начнет войну против Украины. Потому что 1991 год – это была певная «віддушина». Украина использовалась слабкостью Российской империи. Поэтому она умела выдерываться. То, что мы имеем сейчас, это просто откладная война за независимость. Вона мала статися в 1991 году. Но она не стала, потому что Россия не способна реализовать. И слава Богу, потому что мы так же тогда были слабкими. Мы встыгли трошки укрепиться. Как только Россия начала нарушать свой потенциал, экономический, хоть не сильно, но тем не менее, військовый потенциал, сразу апетиты начали выдроживаться до Украины. Это абсолютно співпало с Путином. Очевидно, потому что сам Путин есть вот такой империи сам по себе. Но не только потому. На жаль, Путин не есть единственная которая хочет восстановление империи. На жаль, Путин просто резонатором суспільных настроек в Российской Федерации. Тобто, он просто отображает то, что хочет большинство россиян. И это надо понимать. Треба трошки оближать наивную виру, что большинство россиян этого не хочет, просто боятся. На жаль, большинство хочет. Есть, слава Богу, те, которые не хотят. Но они маргиналы. Они не те, которые сейчас формуют суспільную политическую атмосферу в Российской Федерации. Так вот, для меня, как для историка, было бы понимать, что эта война будет. Эта война сталася в тот момент, когда Путин выяснил, что Украина критично слабла, началась в 2014 году. Это первый этап этой войны, когда была загарбана Крым, когда была попытка загарбать Донбасс, и частично таки загарбала. Завдяки, снова таки, героизму украинцев тогда в 2014 году, нам удалось спинять этот наступ. Завдяки цим мельским договоренностям, которые сейчас очень любят проклинать, мы насправді отримали перемирие. Мы отримали час для того, чтобы отбудить свою армию. Как мы им использовали себя? Ну, все, как вы знаете. 50-50, скажемо. Я вважаю, что за этих первых 5 лет после Майдана мы сделали много для разместления обороноздатности, много для разместления национальной идентичности, и это сейчас эти две ключевые речи, которые стримают Путин. На жаль, после 2019 года очень много украинцев поверили, что все, это уже вопрос закрыт, миссион-комплит, Путин уже никогда не нападет, и давайте лучше будем будивать дороги, давайте будем лучше делать что-то, что не потребует такого суспільного напружения. Война, это, естественно, тема, которая неприемна для большинства. Мы начали ховаться от этого. Ховаться все, не допоминали того, что война ось-ось может статься. И это было до последнего дня, пока Путин не напал. То есть люди хотели щиро верить, что кто-то нагнетает. Виявилось, что он не нагнетает. Путин, это его заявка про начаток войны. Ну, снова-таки, это чёткое, идеологическое тло его имперских забагаток щодо Украины. Сейчас, уже не лишилось жодных сумнів. Мне, знаете, здаётся, что, найбільше, часто запитывают, что было страшно, или сейчас страшно. Мне кажется, что страшнейшее было как раз вот эти досадные дни очікувания, когда ты не знаешь, что будет, когда это всё начнется. У меня вот какая-то струна страху, которая натягалась, она тряснула, и очень голосно трясла в мою голову десь, как раз в ночь 24-го лютого, когда над нашим домом пролетели крила за рахет. Я никогда не слышал такого звука. Вперше в жизни, просто аж в середине резонировали какие-то бум, и я зрозумію, что уже началось. Збудив дружину, мы начали пакуватися. Звычайно, что страх лишился, но это же был инший страх, это же был страх, что делать дальше, но этот бесконечный вимоотный страх очікувания, он сник, и появилась готовность набагато жорстеньше бороться. Сегодня вы в теребороне? Сегодня я в теребороне, сегодня я попытаюсь как-то быть користым в теребороне, потому что минулой ночи были на блокпостах, несли чергование, еще попередние брали участь в евакуації каких-то окремих сімей, возили допомогу для дітей, которые уже 12 часов были в потязи из Бахмача до Киева, все очень быстро не произошло, не взяли с собой ни води, ни ежи, были голодни, им еще надо было ехать до Львова. Такие завдания намагались быть десь корисными. Звычайно, я не забываю про то, что я народным депутатом и готовый выполнить свою функцию как народного депутата и выполню их. То есть все заседания, которые эти два в разработке законопроекта, я очень тешен, что эти законопроекты, в которых я брал участь, как борьба с коллаборантством, борьба с информационной агрессией, которые были готовы рік тому, просто их не хотели помечать, сейчас они стали актуальными, что мы их ухвалили. И дальше так же готовый, если нужно, готовый выходить, идти в парламент, где бы мы там не собирались, голосовать, выполнять свою функцию депутата, но между тем, хочу выполнить свою функцию как Громадыдин Украины по захисту Украины. Сейчас я считаю это очень важным брать участь в защите Киева. Для себя особисто я считаю это очень важным, чтобы люди бачили, чтобы те, кто защищает Киев с зброей в руках, бачили біля себя меня, таких как я, наших братьев, чтобы они понимали, что мы стоим и будем стоять вместе с ними. Поэтому я хочу с ними на чергование, поэтому я хочу быть максимально интегрованным в такую работу. Путин попытается штурмовать Киев? Он уже это делает, он постоянно это делает. Сначала это был гласный штурм протяжении первых двух дней войны. Сейчас это спроба оточити, задушить Киев, которая, очевидно, может закинчиться еще одним каким-то революционным штурмом. Но ни один, ни другой пока не работает. Больше того, много езжу Киевом, общаюсь с теробороницем, общаюсь с киянами, спускаюсь в метро, которые перетворены на сховище, как в Лондоні в 1940-м году. Спилкуйся с киянами в чергах. Не будут мать жодных шансов какие-то загарбники, которые уйдут в Киев. Не только через, знаете, ці залезобетонные конструкции, которые раскиданы по всему Киеву, но и через залезобетон в душах украинцев. Что зробил Путин, он просто загартувал украинцев. Украинский залезобетон в душі сейчас это просто невероятная любовь до своего и ненависть людь до тех, кто хочет это свое убить. Это уже не прощается. Вчера у нас за христианским звичайом была прощена неделя. Никто не будет возвращать. Никто не готов прощать. Потому что я уверен, что что сейчас делает Путин, это Бог не готов прощаться. Потому что это не война. Война это когда Збройные силы уйдут против Збройных сил. Это злочин. И мы будем карать за это злочин. Если удастся, будем захопливать живым и карать. Если не удастся, будем бить на поле боя. Мы не дозволим, чтобы такие страшные злочины остались безкарными. Мы не забудем этих десятков детей, которые погибли под кулей. Не потому, что они опинились на поле боя, а потому, что они остались в себе в своих детских спальниках. Потому что они думали, что их никто не будет двигать. Потому что они просто мирные жительщики, которые живут в своем спальном районе, который раптом стал объектом військовой агрессии с боку Путина. Сегодня я всем задаю этот вопрос, потому что его задают нам из Крыма, граждане Украины. Какова вероятность того, что в результате этой войны нам удастся деаккупировать Крым? Дуже высоко. Почему я могу говорить о певной справе? что вера в то, что мы в этой войне остановимся в протисканении между Россией и Россией, оставим Россию от войны на своих территориях и скажем, слава Богу, что тут выгнали Путіна. И на этом все, она убивча. Насправді, мы не маем права заспокоиться до тех пир, пока маем суседом государства, как Россия Федерация, начали с такой человеком, как Владимир Путин. Мы маем тиснуть из всех сторон, чтобы эта система, которая сейчас ругает Россию, втратила владу. А это как раз и шансов для того, чтобы вернуть Крим. Я думаю, что кримчане, которые сейчас подожгают за тем, что работает в Украине, за тем, что делает Российская Федерація, за тем, что делает Российская Армія и украинцы, они готовятся к этому, они понимают, что это станет, что украинцы вернутся в Крим, что кримские татари вернутся в Крим, что все те, кто будут текать, все скоро 10 лет жити поза межами своєї Батьковщины, они повернутся. И я переконан, что тут мы встретим тех людей, которые будут встречать нас, тех людей, которые сделают все, чтобы российская оккупационная в Криму впала как-найшвидше. В истории ряда стран происходили такие события, которые сделали эти страны поистине значимыми в мировой истории. Если взять Францию, то Франция Бурбонов после смерти Людовика 16-го уже не была Франции Наполеона и Франции Марсельеза. Если брать Англию, то Англия после 1649-го, после революции Оливера Кромвеля, тоже не была уже той Англией, которая была до 1649-го. Вот то, что происходит сегодня в Украине. Это необратимый процесс, это сделает действительно Украину страной, которая обретет истинное значимое мировое значение в истории. И это, знаете, мает нас надихать, что мы берем участь в завершении великой истории наших попередников. Из внутричнеполітичної точки зрения неймоверные сдвиги в формировании власти национальной самосведомости, национальной идентичности. То, что я сказал, формирование этого залезобетона. Залезобетон – основа, фундамент, на котором будет споруден будинок. Будинок української політичної нации, в котором будут брать участь кримские татари, тие россиян, которые выберут собю украинскую идентичность, саме потому, что она для них открыта, потому что она демократична, она для них векна в свет вместо русского мира, который им предлагает Россия, и в любой другой национальной особенности. Я уверен, что все переважи европейской модели по будке политической нации и мощной страны уже усвеновали. Я уверен, что за эти дни, как Джона Ридо был в начале 20-го письменных журналистов, 10 дней, которые изменили мир. 10 дней, которые изменили мир, это теперь и про Украину. Украина, что очень часто звучит в медиа корумпованная, слабкая страна, которая находится в тени России. В ряду годов нагадывала про себя акциями протеста, Майдан Помаранчеви, Евромайдан. Нагадала про себя війни 2014 року. Но такого колоссального вибуху национальной пасионарности, которую Украина проявила на весь свят, никто не ожидал от украинцев. Ніхто не ожидал, что в XXI столітті это вообще возможно. Вся постмодернизм, всі скептично ставляться до того, что робиться. Кто будет умирать за свою землю, за батьковщину. Это XX століття, это уже минуло. Нет, это не минуло. Цінности остаются цінностями. И Украина показывает, что цінности остаются до тех пир цінностями, когда кто готов за них помирать. И мы сейчас показываем Европу, что мы фундаментом. Мы понимаем, что такое фундамент Европы. Я очень надеюсь, что Европа вернет до своего фундамента, до кого она начала поступово отмолваться, живучи в спокойной атмосфере. Знаете, Европа нагадует какую-то рибку, которая плавает в воде, не помечает воду. Их вода свободна. Они просто не помечают, в них не есть данность, она есть. Украинцы есть рибку, которую выкинули из воды. Она понимает ценность этой воде и докладает невероятных усилий, чтобы вернуться в воду, чтобы мать возможность плавить. И я думаю, что вернувшись в воду, мы европейцам расскажем, почему она такая ценная. Дякую вам пана Володимир. Слава Украине. Я дам Слава.